Уважаемый господин председатель Уважаемые участники конференции, дамы и господа На сегодняшний день инфокоммуникационные технологии являются важнейшим фактором конкурентоспособности экономики и повышения качества жизни общества Учитывая ведущую роль ИКТ в глобальной экономике, инфраструктура широкополосного доступа является основой для участия граждан в жизни информационного общества И рассматривается как общественное достояние, без которого цифровая пропасть между развитыми и развивающимися странами будет только расширяться Казахстан понимает это положение и поддерживает все инициативы МСФ в части дальнейшего развития широкополосной связи В 2013 году президентом Казахстана утверждена государственная программа «Информационный Казахстан-2020», определяющая основной вектор развития ИКТ-отрасли до 2020 года Данная программа направлена на решение задач по обеспечению эффективности системы государственного управления Доступности ИКТ-инфокоммуникационной инфраструктуры, созданию информационной среды для социально-экономического и культурного развития общества А также развитию отечественного информационного пространства Для создания конкурентной среды, приводящей к быстрому насыщению рынка качественными и доступными услугами в Республике Казахстан С 2004 года осуществляется поэтапная либерализация отрасли Перед администрацией связи Казахстана поставлена задача в развитии услуг широкополосного доступа к сети интернет посредством современных технологий Также жители сельских населенных пунктов от 50 человек получают услуги телефонии и широкополосного доступа к сети интернет по беспроводной технологии со скоростью до 1 Мбит в секунду Ведется строительство универсальной волоконной оптической сети доступа в FTTH в городской местности А на сетях мобильной связи внедряются стандарты 3G и 4G Хотелось бы отметить стремительный рост абонентов в нашей стране За последние 8 лет плотность интернет-пользователей увеличилась с 4 до 71% А абонентов сотовой связи с 36 до 170% Для обеспечения доступности услуг связи населению также проводится работа по снижению тарифов В рамках реализации мероприятий по переходу на цифровое вещание в 2010 году была модернизирована спутниковая сеть вещания в стандарте DVB-S2 Спутниковое телевещание обеспечивает 100% охват территории республики, что дает возможность населению подключиться к услуге в любом населенном пункте В городах Казахстана также организовано эфирно-цифровое вещание в стандарте DVB-T2 Вместе с тем ведется активная работа по развитию телекоммуникационного транзитного потенциала Республики Казахстан С развитием транзитного потенциала возникает необходимость развития центров обработки данных На сегодняшний день в Казахстане имеется 24 таких центра Сформированная телекоммуникационная инфраструктура в Казахстане обеспечивает предоставление услуги ШПД к сети интернет, населению и бизнесу Кроме этого проводится активная работа по созданию ключевых элементов инфраструктуры электронного правительства Таких как национальный удостоверяющий центр, базы данных, регистр недвижимости, единая транспортная среда В целом за последние 4 года было переведено в электронный формат 570 услуг И за год оказывается порядка 38 миллионов услуг в электронном формате Что позволило сократить предоставление гражданам и бизнесам 40 миллионов бумажных документов Благодаря программе снижения информационного неравенства уровень компьютерной грамотности населения Составляет более 65% Таким образом в Казахстане ИКТ успешно внедряется в различных отраслях экономики, образования, здравоохранения, социальной защиты, системе чрезвычайных ситуаций и других С 2004 года Казахстаном реализуется программа развития космической связи В 2011 году был запущен казахстанский спутник связи и вещания КАСАТ-2 Завершается создание спутника связи и вещания КАСАТ-3 Запуск которого планируется осуществить 28 апреля текущего года с космодрома Байконур Планируется создание спутника связи и вещания КАСАТ-4 Создана наземная инфраструктура, состоящая из основного и резервного комплексов управления и системы мониторинга связи Уважаемые дамы и господа, пользуясь случаем хотелось бы выразить благодарность и глубокую признательность Международному союзу электросвязи За оказанное содействие при успешной реализации всех задач, в первую очередь по созданию национальной космической отрасли в Казахстане И сообщить о принятом решении наградить господина Хамадуна Торе, господина Хуалина Джау, господина Франсуа Ранси и господина Вадима Ноздрина Юбилейной медалью 10 лет Республиканского центра космической связи Казахстана В завершение хотелось бы отметить, что данная конференция позволяет в очередной раз обсудить проблемы развития широкополосной связи И укрепление ее положения во всем мире, являющейся приоритетной задачей, решением которой ежедневно занимаются специалисты многих администраций В том числе и администрации связи Республики Казахстан И пожелать всем участникам успеха в работе конференции Также хотелось бы от себя лично и от Республики Казахстан выразить глубокую признательность и поблагодарить Объединенные Арабские Эмираты За прекрасную организацию 6-й всемирной конференции по развитию электросвязей И надеемся, что наша администрация будет являться активным участником в развитии современных технологий По развертыванию широкополосной связи в мировом сообществе Спасибо за внимание АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...